Если вы постоянно везете соцсети, например, Инстаграм или ТикТок, и записываете видео со своим голосом, то, конечно, желательно это делать через внешний микрофон. Получается более чистый звук. С внешнего микрофона звук более громкий. Нет, есть, конечно, люди-громкоговорители, которым, возможно, не нужен внешний микрофон, но, на мой взгляд, так значительно лучше. Ради эксперимента давайте зайдем в приложение Капкад. Я подключу видео, которое записано в этом приложении с микрофоном. Потом попробуем убрать звук и записать звук без микрофона. Возьмем отрывок из видео, на которое накладывался звук, подключенный через внешний микрофон. Я даже не убирала шумы, которые присутствовали в этом видео. Накладывала звук сверху. Прочные чемоданы из полипропилена в темном бирюзовом цвете. Есть также в наличии в темном синим и в темном зеленом. Эта запись идет через внешний микрофон. Теперь я удалю звук. Для этого нажмем вот сюда «Извлечь звук» и удалим вот эти посторонние шумы, которые идут. Вот так мы их удаляем, чтобы остался чистый звук. Теперь попробуем записать звук без микрофона непосредственно в телефон. Я сейчас разговариваю. Сейчас запись с микрофона телефона совсем рядом. Если приблизить телефон и говорить, конечно, погромче, то может и получится что-то приближенное. Но согласитесь, это совсем не тот звук. В своем видео я чаще всего озвучивала в Капкад на старом телефончике Mi A2 Lite, используя обычный простенький микрофон. Вот такую самую обычную петличку я использовала. И надо сказать, что звук с нее был достаточно приличный. После покупки вот этого нового телефона, это было примерно около года назад уже, правда, я подключила к нему ту же самую петличку. И все прекрасно работало поначалу. Но прошло буквально месяца два, наверное, и потом почему-то перестал писаться звук с внешнего микрофона. В комплект к этому микрофону шла еще вот такая насадка. Попробовали подключить через насадку, ничего не помогло. Первая мысль, которая пришла в голову, было, что микрофон нужно заменить, потому что мог перетереться где-то проводок. Но дело в том, что при подключении к старому телефону этот же микрофон вполне себе нормально работал. Начали искать причину. Я пересмотрела разные варианты видео в YouTube, пытались что-то найти в интернете. В одном из видео в YouTube человек подсказал одну схему, которую он лично применял. Мы решили все-таки купить новый микрофон, но поскольку эта старая петличка работала неплохо, то купили такую же, похожую. Попробовали подключить к новому телефону, но и новая тоже работать не хотела. Попробовали через переходник, тоже не получилось. Пришлось приобрести еще вот такой разветвитель. Помимо разветвителя подключали еще вот эту вот насадку, которая шла к комплекту самому микрофону. Сам микрофон подключался вот здесь с красной стороны, там где идет звук. Зеленая же была свободна полностью у нас. Ничего не подключали. Выглядело это приблизительно вот таким вот образом, после чего подключался микрофон. Вот как-то так это было, после чего запись микрофона начала идти. И на какое-то время эта схема работала довольно успешно. Но прошло еще некоторое время, и проблема возобновилась. Начали решать эту головоломку дальше. Я нашла фирму, которая занимается продажей микрофонов, и попыталась узнать у них. Рассчитывала, что они мне что-то подскажут. Главное вообще было понять, в чем проблема, то ли в самом телефоне, то ли в микрофоне. И еще такой момент. Если у вас такое происходит, нужно для начала зайти в настройки, найти то приложение, в котором микрофон не подключается, и проверить, включено ли разрешение в самом приложении. Как правило, когда мы загружаем приложение, оно у нас запрашивает уже разрешение. Но бывает, что после разных обновлений в телефоне, оно может и отключиться. Поэтому разрешение в приложении CapCut я проверила. Все разрешения были включены. Беседа с человеком, который продавал микрофоны, тоже, в общем, сильно не помогла. Ему тоже сложно было сказать, поможет ли покупка нового микрофона. Ну, в общем, мы все равно решили купить новый микрофон, потому что другого выхода не было. Решили покупать уже не тот простой микрофон, а вот этот. Вот этот микрофончик Boya M1. Как раз сейчас с него я и пишу звук. Мы решили купить. И надо сказать, он не подвел. Этот микрофон Boya M1 работает без переходника. У него достаточно длинный провод, можно снимать на расстоянии. Вот так вот внешне он выглядит. И, надо сказать, дает вполне приличный звук. По стоимости относительно недорогой микрофон тоже. Я купила их два. Теперь у меня один дома, один на работе, чтобы не носить его в сумке лишний раз и не перетирать провода. И пока, во всяком случае, он неплохо справляется со своей задачей. Надеюсь, мое видео кому-то пригодится. Если не трудно, поставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь рассказывать про те случаи, которые происходили непосредственно со мной. И как я решала вопрос. Ну и о приложениях, которыми пользуюсь лично я сама. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok